всем привет друзья вы на канале воин и здесь я рассказываю вам самые свежие новости из мира бокса и ммэй у нас как всегда нет рекламы и выпуски уходят каждый день друзья большое спасибо за вашу поддержку мы начинаем погнали мы не пока высказал мнение про потенциальный поединок с геннадем головкином пока бой в пол среднем весе меня все устраивает но выступление в категориях выше это слишком хватит уже был поединок с маргариту и достаточно хотя тогда я не испытывал серьезных проблем он был для меня очень крупным бой с головки нам в первом среднем весе думаю можно взвесить варианты но никаких переговоров нет заявил many журналист алан фокс предложил флойду мэйвезеру вместо выставочных поединков с бойцами ммэ провести бой со статусным боксером назвал геннадия головкина одним из потенциальных оппонентов для американца мэйвезер мог бы заманить фанатов если бы он сразился с настоящим боксером таким как эрол спенс геннадий головкин канела или террес кроуфорд тем не менее он уже сказал что не вернется с пенсии чтобы сразиться с боксером пишет автор ну а пока флойд усердно готовит джеронту дэвиса к бою александр поветкин недоволен количеством бойцов которые приехали к нему в тренировочный лагерь чтобы помогать готовиться к бою против делена вайта поветкин пройдет бой с делена вайтом 22 августа все нормально есть некоторые неудобства спарринг партнеров не получилось привезти которые нужно были ну в принципе все нормально недовольны конечно им количество ну нормально сейчас в принципе привезли не боксеру нормально все да был бы и продолжает плодить абсурд в современном профи боксе в ближайшее время в легком весе появится третий чемпион как сообщает издание boxing talk 15 августа в карди от showtime роландо ромеро и джексон мартинес разыграет временный титул организации таким образом если не будет ничьи или поединок не признают несостоявшимся к супер чемпиону василию ломаченко и регулярному чемпиону джервонте дэвису добавится еще один обладатель титула ах да есть еще золотой чемпион это француз иван мэнди чудовищный панчер тяжелого веса эфи аджакба заключил долговременный контракт с промоушеном топ рэнк его менеджером стал джеймс принц а главным тренером вместо ронни шилдса кей корма регулярный чемпион wba в первом среднем весе кубинский ветеран эрис ланди лара пройдется в следующий поединок 29 августа в лос-анджелесе соперник пока не называется wbo вынесла постановление согласно которому команды эммануэля наваретто и джейси магдалена обязаны договориться обои за вакантный титул в полусреднем весе до 11 августа в противном случае состоятся торги минимальная ставка на которых составит 150 тысяч хабиб нурмагомедов отреагировал на слова забита магомед шарипова своем инстаграме забита публиковал пост в котором предложил свою кандидатуру на титульный поединок с алексом волкановским хабиб поддержал его идею давно пора написал хабиб тяжеловес и все дэрек люис накануне поединка против алексея олейника получил еду от промоушена но по ошибке ему выдали порцию и для россиянина люис выложил видео как плюет в еду предназначенную для олейника бой люис олейник состоится 8 августа в лас-вегасе в рамках турнира юфс fight night 174 а на этом у меня все друзья пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом мне будет интересно узнать ваше мнение ну и подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и ставьте ваши бойцовские лайки всем крепкого здоровья и удачного дня